Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Тимур Туманов. Смотрите сегодня в выпуске. К новому учебному году новый интерьер. С ходом ремонта социальных объектов ознакомился глава района. Обходя эти объекты, мы уже для себя расставляем приоритеты, на что лучше уделить внимание. Если жить правильно, то прожить можно долго. Ученый объяснил, от чего зависит старение организма. Это приводит к тому, что клетка переключается в более экономический режим своего существования, меньше образует вилку. Великий велосипедный путь. Семья, путешествующая на двухколесном транспорте из Тюмени в Крым, задержалась в Альметьевске. Она своим ходом на велосипеде одна, отчаянная девушка, отправилась на Алтай. Лето. Сезон ремонта не только дорог и жилых домов, но и социальных объектов. В этом году идет ремонт в семьи и детских садах. Продолжается капитальный ремонт в поликлинических учреждениях. Идут работы в будущей мусульманской начальной школе. С ходом работы ознакомился сегодня глава района Айрат Хайрулин. Объекты капитального ремонта осмотрела и наша съемочная группа. Капитальный ремонт социальных объектов в самом разгаре. Сейчас ремонтируется сразу семь детских садов. Три из них посетила комиссия во главе с Айратом Хайрулиным. Это детские сады номер 26, 20 и 30. Также работы ведутся в детском саду номер 32 в Нижнем Иктоме, селах Абдрахманово и Минебаева. В среднем работы выполнены на 60%. Уже 20 августа подрядчики должны сдать объекты. В этот раз обшивка зданий, крыши, сантехника, полы, коридоры, теплоснабжение, электроснабжение. Вот такие виды работы. Были заменены окна, отопительная система, система канализационная, полностью ремонт фасада, крыши. На данный момент, конечно, очень много недоделок, но это все решается, решается довольно-таки быстро. В бывшем здании подросткового клуба «Легенда» будет открыта мусульманская школа для начальных классов НУР. В новом учебном году здесь будут учиться 12 мальчиков и 12 девочек. У нас здесь подразумевается обычная школа с дополнительным образованием мусульманской религии. Это подразумевается три вещи. Это гендерное обучение, то есть девочки и мальчики отдельно. Второе, у нас питание будет, соответствующее мусульманское халяль питание. И плюс дополнительное образование, доброта спасет мир. Вот это прошло через ФГОС, вот эта программа, и мы будем реализовывать это в нашей школе Алаберсе. Планируем завершить работу 20 августа. Есть график работы, есть контролирующие органы. На сегодняшний день работы произвелись на 40%. Продолжается капитальный ремонт поликлиник в рамках республиканской программы. Благодаря этому весной нынешнего года начался ремонт женской консультации. Сейчас работы выполнены на 80%. Кроме того, ремонтируются поликлинические отделения специализированных учреждений. Сейчас работа кипит на первом этаже противотуберкулезного диспансера. Здесь меняют полы, отопительную систему, отделывают стены. Полным ходом идет ремонт и в психоневрологическом диспансере. Ремонт двигается. После того, как завершим эту половину, мы переселимся туда, освободим последнюю половину. Программа капитального ремонта поликлинических учреждений в этом году заканчена. Все поликлиники мы отремонтировали в прошлом году. Цель объезда – не только посмотреть, как двигается ремонт, но и оказать помощь. Ремонт в этих учреждениях проходит в рамках республиканских программ. И, соответственно, средства выделяются из республиканского бюджета. Однако, к примеру, в детских садах предусмотрено выполнение девяти видов работ. Поэтому на какие-то еще необходимые виды работ нужно будет изыскивать дополнительные средства. Обходя эти объекты, мы уже для себя расставляем приоритеты, на что лучше уделить внимание. Татьяна Леонтьева, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. Как происходит старение человека и возможно ли его избежать? На эти вопросы на встрече с альметьевцами ответил доктор биологических наук, член-корреспондент Российской Академии Наук Алексей Маскалев. Секреты вечной молодости в нашем следующем сюжете. Алексей Маскалев – российский ученый-биолог, доктор биологических наук, профессор Российской Академии Наук. Является специалистом в области генетики, продолжительности жизни и старения, и радиационной генетики. Автор более 60 публикаций в этой области и множества исследований. Автор нескольких концептуальных схем, механизмы старения человека, биомаркеры старения человека и эволюции идей в геронтологии, которые находятся в открытом доступе в сети и в личном блоге ученого. Словом, проблему возрастных изменений изучил глубоко и детально. С Алексеем мы познакомились больше года назад очно, заочно мы были с ним знакомы. Он автор многих книг и изданий, которые пользуются популярностью, является членом-корреспондентом Академии Наук Российской Федерации. И те теории, те выкладки, о которых, наверное, Алексей Сюин скажет, они в каком-то смысле, ну, по крайней мере, произведут определенное впечатление, что будут пересмотрены наши некие взгляды, которые мы имеем. Риск приобретения различных заболеваний растет с возрастом, и связующим звеном между возрастом и болезнями является старение. Если бы человечество смогло победить или хотя бы замедлить процесс старения, то зависимость здоровья от возраста бы пропала. Именно этим и занимается ученый Алексей Маскалев. Именно старение определяет снижение адаптивных возможностей, которые ведут к этим заболеваниям, а эти заболевания уже нас убивают. И сейчас есть способы замедлить старение организма. Однако молодость до старости лет стоит больших трудов, и не только ученых. В первую очередь, те, кто желает быть здоровым, должны вести здоровый образ жизни и правильно питаться. Все нюансы концепции здорового питания на молекулярном уровне и стали основной темой лекции Алексея Маскалева. Это приводит к тому, что клетка переключается в более экономичный режим своего существования, меньше образует белков, а когда происходит быстро биосинтез белка, не все из них успевают принять нативную пространственную упаковку. Молодильные яблочки, эликсир молодости, водные источники, фонтаны и даже портрет. Концепция вечной молодости и бессмертия часто является основной сюжетной линией в искусстве. Но существует ли волшебное лекарство от старения в реальном мире? Возможно, да. И это гиропротекторы. Это группа веществ, у которых обнаружена способность увеличивать продолжительность жизни животных. Стратегии использования гиропротекторов для продления жизни человека активно обсуждается. Уже сейчас в медицине существуют препараты с гиропротекторными свойствами. Активизируются механизмы ответа на этот стресс, на отличном уровне. И дело в том, что при этом клетка не только справляется с возникшими повреждениями, но она может перейти на более высокий уровень защиты от будущих повреждений. То есть мы как бы закаливаем ее в будущем стрессе. Алексей Маскалев делится секретами молодости с Альметьевском уже не в первый раз. Прошлый визит ученого состоялся год назад. В этот раз он провел в нефтяной столице два дня. Желающих жить долго и счастливо в Альметьевске немало. В этом им, по мнению ученого, должна помочь наука. Елена Марданшина, Татьяна Леонтьева, Булат Загидуллин, Альметьевск ТВ. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашей программе. Я раскрашу белый свет в самый свой любимый цвет. На конкурсе рисунков «Экология глазами детей» представлено уже около ста работ. Великий велосипедный путь. Семья, путешествующая на двухколесном транспорте из Тюмени в Крым, задержалась в Альметьевске. На конкурс рисунков «Экология города глазами детей» поступило около ста работ. Это совместный проект нашей телекомпании и Департамента экологии и природопользования Альметьевского района. Самые активные участники – дети от 4 до 6 лет. О том, что рисуют юные художники, узнавала наша съемочная группа. Дети рисуют свой город. Рисуют таким, какой он есть и каким хотели бы его видеть. Карандашами и красками изображают птиц, солнце, парки и аллеи. Экологи объясняют, что основная задача конкурса – заставить детей обратить внимание на красоту нашего города и передать ее на бумаги. Вместе с ребятами активное участие в конкурсе принимают и взрослые. Очень порадовало нас, что активное участие приняли дети, воспитатели, родители. Очень активно несут. В день по 15-20 рисунков поступают к нам. Все-таки хотели подчеркнуть, что проводится большая работа по посадке в городе, по уборке. Результат работы – хотелось бы, чтобы показали дети, чтобы они увидели это, изобразили, подчеркнули. И чтобы у них осталось в сознании, что многое делается, что нужно это сохранять и беречь. Воспитанники детского сада номер 34 «Чебурашка» принимают активное участие во всех конкурсах, которые проводит Департамент экологии и природопользования. На этот конкурс они представили 10 рисунков и продолжают рисовать. Нарисуем наш город Вальметьевск в солнечных лучах. Город мы с вами уже в группе нарисовали, да? Наш фрагмент, да, небольшой фрагмент города. Сейчас мы будем, возьмем ваши ладошки, да, нам понадобятся в ладошки, краску, макаем в краску. Ребята из старшей и младшей групп рисовали коллективные и индивидуальные рисунки. В каждом из них наш город, природа, свежий воздух. Вот в этом конкурсе они изобразили, конечно же, старшая группа у нас изобразила наш город, цветущий в лучах солнца. Именно так представляют, чтобы воздух был чистый, солнце светило всегда. И лучи солнца они рисовали, нетрадиционной техникой рисования ладошками, то есть все тепло своих ладошек они передали в своем рисунке. Самые маленькие ничуть не уступают старшим. Вместе со своим воспитателем они изобразили городской парк, украшенный цветами. Наш парк летом украшен красивыми цветами, да, цветущими летними растениями. Вот на нашей картине не хватает этих прекрасных цветов. Экологическое воспитание детей этого садика не только в рисунках. На верандах можно увидеть развивающую доску-бизи-борд с разными элементами и деталями. Много поделок из бросового материала, из пластиковых трубочек, из стулок от туалетной бумаги, из жестяных кегов. Все это ребятам и воспитателям помогли сделать родители. Есть даже загадочные такие вот рисунки модельные, где дома вместе с родителями у нас вот Гузаера Вавелина сделала вот такой объемный рисунок. То есть она показала, что не надо весь мусор, который остается в лесу, вот так прятать его листьями. Итоги конкурса будут подводиться по результатам голосования. С 23 июля работы можно будет посмотреть на сайте нашей телекомпании. Тогда же начнется голосование. Занявшие первое, второе и третье места ждут призы. Работы принимаются в департаменте экологии до 23 июля. В Альметьевск приехала семья велобезумцев. Так называют себя велотуристы из Тюмени. Супруги оказались в нашем городе проездом по пути в Крым. В таком необычном велотуре молодые решили провести медовый месяц. Чтобы быстрее достичь заветной цели, путешественники дали себе слово не задерживаться в городах, по которым проложили маршрут. Но с Альметьевском вышло иначе. Елена Марданшина узнала, с чем связаны их решения. То есть этот велосипед, скажем так, бывалый, но по его внешнему виду это все видно. Впрочем, едва ли по внешнему виду можно предположить, что на счету этих велосипедов тысячи километров. Багаж, фонари, чехлы для мелочей. Эти детали у заядлых велолюбителей уже не редкость. Необычные здесь разве что педали. У нас вот такие шифы есть на ботинках. И они вот так вот встегиваются. Но на спидометре 1700 километров. Только в этом путешествии ребята держат путь из Тюмени. А в Альметьевске проездом конечная цель – солнечный Крым. Называют себя велобезумцами. В прошлом году Елизавета, она родом из Перми. Я в это время жил в Тюмени. Она своим ходом на велосипеде одна отчаянная девушка отправилась на Алтай. Это была ее заветная мечта – велопутешествие на Алтай. 3000 километров с палаткой одна отчаянная девушка. Ну, проезжая Тюмень волею судеб или еще кого-то свыше, я познакомилась со мной. Соответственно, проскочила та самая искра, про которую столько всего написано и сказано. В итоге я, бросив, практически все рванул за ней на Алтай. Мы проехали целый месяц по Алтаю вдвоем. Я сделал ей предложение на вершине Семенского перевала. Я, разумеется, судя по свадьбе сказала, да? Она сказала, мне надо подумать, но очень быстро одевала кольцо. Пока одевала. Соответственно, мы были в диком таком же походе, как сейчас. Колечко обручальное я найти не мог, поэтому я сделал его из медной проволочки, свил в виде сердечка и, соответственно, с размером угадал. Она сказала, да, мы переехали ко мне в Тюмень. На свадьбу, прошедшую в велоформате, молодые пригласили друзей с разных уголков страны. Сразу решили, свадебное путешествие тоже должно быть необычным. Так родилась идея отправиться в Крым на велосипедах. Стартовали 27 июня, проехали Екатеринбург, задержались в Перми у родных Елизаветы, увидели множество небольших городов и поселков. Большую часть ночи провели в палатке. И вот накануне въехали в Альметьевск, в котором никогда не были. Ты едешь, не понимаешь, где какие улицы, и потом велодорожка, велослетофор. Велосипедисты, аккуратный городок, все подстрижено. Мы еще вот сейчас поедем, будем смотреть. Но даже вот этот парк имени 60-летия нефти Татарстана, потому что я понимаю, что в этом городе культ нефти. Довольные, как слоны или как бегемоты, ходим, все смотрим. Мы в Европе, ребята. На самом деле, мы едем по городу и не верим, что мы в России. Не веримся, просто не веримся. Когда я увидел зелененький светофорчик для вело, ну мы велосипедисты, мы со своей же точки зрения еще смотрим. То есть стольких, такого количества велодорожек, парковок мы просто даже не ожидали. Мы проехали через весь город по велодорожке, это уже о многом говорит. Гидом по интересным местам для велобезумцев стал Сергей Игнатьев, руководитель молодежной туристической секции. Он же и помог ребятам разместиться в местном тур-клубе. Экскурсия по городу растянулась. Интересных мест в Альметьевске хватило на весь день. Впечатлений, признаются путешественники, было море. О них ребята написали в своем сообществе в социальной сети. Ребята, это не город, это сказка. Альметьевск вобрал в себя все лучшее, что я встречал, путешествуя по стране. Такого мы с Лизой не ожидали, отмечая незнакомый городишко точкой в нашем маршруте. Как же здорово, что мы сюда попали. И еще обязательно вернемся. Уже в субботу утром ребята отправляются дальше. На пути Самара, Волгоград, Краснодар и Заветный Крым. Когда достигнут цели, не представляют. Но добрая треть маршрута уже позади. Возвращаться домой ребята планируют уже поездом. Елена Марданшина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. О победителе творческого конкурса ждет велосипед. Для участия нужно рассказать или показать, что вы делаете для того, чтобы ваш велосипед не украли. Ждем фото или видео на нашу электронную почту. Нам очень интересно узнать и вашу историю. Этот проект мы проводим совместно с отделом МВД России по Альметьевскому району. А теперь расскажем о погоде на выходные. В субботу в Альметьевском районе прогнозируется малооблачная погода. Осадки маловероятны. Температура воздуха ночью 18 градусов, днем прогреется до 25. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. В воскресенье будет солнечная температура воздуха ночью 18 градусов, днем 24. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба. Эфир продолжит передача. Эльметь Хаберлерес, Гульнас Гизатульный. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова